ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Лучший галкипер недели в континентальной хоккейной лиге вратарь Тольяттинской лады. Спидвейная мега-лада стартовала со второго места на чемпионате страны. Баскетболисты Самары прервали серию из одних поражений в Суперлиге. Баскетболисты Самара наконец-то победила в Суперлиге. Последние несколько матчей местные баскетболисты проиграли. Теперь удача улыбнулась Волжанам. Пермская Парма сдалась при счете 90-78. Локомотивом поединка можно назвать Алексея Курцевича. Центральный набрал 11 очков за первые 4 минуты, и Самара ушла в отрыв 13-3. Ближайшие матчи граждане проведут в Ижевске. Соперник – купол Родники. Одна игра в рамках чемпионата страны, вторая в Кубке России. Мегалада успешно начала командный чемпионат страны по ледовому спидвею в Каменск-Уральске. В Суперлиге тольяттинские гонщики дважды финишировали вторыми, оставив позади себя местную команду из соперников из Уфы и Стерли-Тамака. Новичок сезона столичной ЦСКА выиграл обе гонки, пока лидирует в турнирной таблице. Лучшим вратарем недели в континентальной хоккейной лиге назвали голкипера тольяттинской «Лады». Эдгар Смасальскис в двух гостевых матчах одержал две победы, в том числе одну отыграл на ноль и пропустил всего лишь одну шайбу. Сейчас «Лада» в регулярном сезоне занимает в Восточной конференции 12 место. Лидер – Сибирь из Новосибирска. На западе первое место у московского ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.